Чёрное небо Это ядовитый смог, которым мы дышим, но каждый год правительство, разрабатывая планы, не может сделать так, чтобы в городе был чистый воздух. И вы спросите, при чём здесь дизайн и экологическая катастрофа? И прежде чем я отвечу вам на этот вопрос, я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как работает мой мозг. На этом изображении вы видите иконки, красный или чёрный, в центре или от левого края, размытый или контрастный. И ещё плюс 100-500 подобных вопросов. Так устроена голова дизайнера. Дело в том, что дизайнер пропускает всю информацию, которая поступает в его мозг, и визуализирует её. И самое важное, что он умеет делать, он умеет сложную информацию переводить в очень простой язык. По сути, дизайнер – это такой проектировщик. Есть один пример из моего детства. Когда мне пришлось выучить 24-часовой формат времени, это был самый сложный момент в моей жизни. Все мои сверстники просто учили данный формат от часа до 24-часовой формат. Но я этого не мог сделать, для меня эта информация воспринималась очень сложной. А точнее, я её просто не хотел учить. Да, очень просто выучить от 1 до 12, но как только от 13 до 24, тут сразу возникает проблема. И я нашёл закономерность. Закономерность в этих числах. Если вы возьмёте период от 13 до 24, и отнимете в этой цифре цифру 12, например, от 18, и отнять цифру 12, вы получите цифру 4. И получите 4 часа дня. Вот так работает мой мозг. И если проще сказать, то я стараюсь абстрагироваться только для того, чтобы посмотреть на проблему с высоты птичьего полёта. Так мы и сделали с проектом «Небо». Первое, с чем мы столкнулись с чёрным небом, это именно то, что каждый год государственные службы говорили, что проблема заключается в автомобилях, потом проблема заключалась в алюминиевом заводе, потом это случилось, что нам сказали, что это от частного сектора, от тех печек, которыми мы отапливаем дома. И вся сложность заключалась именно в том, что каждый раз, когда мы обращались за информацией, она была недоступна. Единственный источник, по которому мы могли определять, это был сайт Министерства экологии, который передал неправдоподобную информацию. А неправдоподобная она была только потому, что датчики, которые располагались и имелись у Министерства экологии, они не располагались вне города, то есть они располагались за пределами города. Так вот, к чему мы пришли? Чтобы определить наличие загрязнения и само понятие, мы пришли к определению, что черное небо – это слишком неоднородная субстанция. В ней огромное количество разного рода загрязняющих веществ. И если в обычном подходе все бы сказали, нам необходимо определить 8, 10 или 20 разных загрязняющих веществ, чтобы определить загрязнение воздуха, то мы пришли к тому, чтобы определить загрязнение воздуха, не обязательно определять все загрязняющие вещества. Можно выделить одно, и это будет маркетинговое вещество, по которому вы можете сказать жителям города, что на данный момент воздух грязный. Это вещество стал ПМ-2,5. Это мелкие частицы, которые содержатся в выбросах автомобилей, от теплоэнергетики, в алюминиевом заводе, в любой промышленности. Везде присутствуют твердые частицы, даже когда вы затопите печку у себя в частном доме или камине. Выделив эти маркеры, мы стали понимать, что дальше сложность понимания информации заключалась в том, что обычный житель города очень тяжело воспринимает микрограмм на метр кубический, предельно допустимая концентрация, как все эти нормы устроены. Ему не нужно знать все эти формулы, ему не нужно знать все эти понятия, ему нужно понимать, в какой момент воздух влияет на ваше здоровье. Поэтому мы разработали цветовую схему от синего к черному. Если вы видели красный кружок, вы понимали, что что-то происходит не так, что воздух на данный момент является опасным для вашего дыхания. Еще одна проблема, с которой мы столкнулись, это беспомощность. За долгие годы жители Красноярска участвовали в пикетах. Мы узнали, что в 1984 году был первый экологический митинг. Жители писали просьбы в правительство, но за все эти годы ничего не делалось. И при этом жители стали воспринимать черное небо как данность. Оно существует. Начали говорить, что мы промышленный город, с этим ничего не сделаешь. Второй шаг, который мы сделали, мы привлекли жителей города, для того, чтобы они стали участвовать в улучшении ситуации, определении черного неба. Что же это такое? Мы сделали датчики, которые предложили жителям Красноярска устанавливать себя на балконах, окнах, чтобы они могли в онлайн-режиме от своего дома передавать данные о загрязнении воздуха. Эти датчики стали размещаться в разных районах города. И все данные, которые мы получали, мы сначала публиковали в сети Instagram. И люди могли там комментировать и делать предложения. Они участвовали в жизни всего проекта. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, закрытость. Закрытость заключалась в том, что когда вы просите у местного регионального министерства экологии данные, они вам говорят, что в открытом доступе мы вам не можем предоставить. Если вы получали только очень сухие данные, вам говорили, вот на данный момент вчера были зафиксированы такие-то нормы, превышения, либо вообще ничего не было зафиксировано. Но человек не мог проверить эти данные, он не мог их получить. Следующее, что мы сделали, мы организовали трансляцию всех данных с датчиков на одном сайте в онлайн-режиме. Вы могли в любой момент зайти на сайт, увидеть не просто загрязнение во всем Красноярске, вы могли увидеть загрязнение рядом со своим домом. То есть ближайший датчик мог располагаться от вас буквально в 100 или 200 метрах. И самое важное, что мы сделали, что все данные, которые поступали с датчиков, они агрегировались в одном текстовом файле. И этот файл до сих пор доступен для вас. Вы можете зайти на сайт неболив, открыть ссылку, скачать данные, и получить весь массив данных с 2017 года по настоящее время, и использовать эти данные. К чему мы пришли с этим открытием? Мы пришли к тому, что за один год мы смогли выявить источник загрязнения воздуха. Это мы увидели огромный пик в начале отопительного сезона и падение этого пика в конце отопительного сезона. Так мы повторили данные, посмотрели их уже за три периода, и увидели, что основным источником загрязнения является уголь, точнее сжигание его для того, чтобы получить тепло, электроэнергию. После открытых данных ученые из Южнокорейского университета скачали весь объем наших данных и смогли их перевести в целое исследование в сравнении со спутником зондирования, и опубликовать это исследование в самом престижном научном журнале Atmospheric Environment. И они пришли к тому же заключению, к которому пришли мы до этого. Они сказали, что основным источником загрязнения, основным источником самого черного неба является невероятно большое количество сжигаемого угля, точнее выброса от этого угля. И, как я уже и ранее говорил, что дизайнер, он меняет восприятие ваше. И для того, чтобы изменить небо, нам необходимо изменить наше восприятие, что мы в принципе уже и сделали, и за три года существования проекта сделано очень много. Самое важное, что за три года существования проекта мы смогли выявить источник загрязнения, что никто не мог сделать за десятилетия. Мы смогли привлечь внимание к этой проблеме, и на данный момент существует федеральная программа по улучшению загрязнения воздуха в нашем городе, которая не была бы на самом деле, если бы не активность жителей города, которые участвовали в создании всей этой системы. Спасибо.